Привет всем! На связи Антон Иванов, эксперт Центра Счастья Жизни, проводник по местам силы. Мне тут спросили в личку такой вопрос. Скажи, пожалуйста, какие-нибудь места силы в квартире могут быть? Место, где медитации проводятся, например, или что-то подобное? Вопрос очень интересный, благодарю за него. Да, если рассматривать с такой позиции, то, в принципе, можно сказать, что то место, где человек регулярно медитирует или проводит какие-то практики сильные, энергетические, оно становится своего рода намоленным местом, оно становится прокачанным, и там действительно человек уже сам, садясь в практику, садясь в медитацию, он легче входит в эту медитацию, у него сильнее идет эффект, сильнее идет погружение, и все происходит и гораздо легче. Там уже наработана вот эта вот энергетика, которая помогает сама человеку входить и заниматься практиками. И другие люди, которые туда приходят, если они чувствительны, то, в принципе, мы все чувствительны, только кто-то это замечает уже, кто-то этого еще не замечает практически. И люди, которые туда приходят, они это могут чувствовать, они чувствуют изменение пространства, они чувствуют, что там вот эта вот энергетика. И это касается, например, пещер, где жили какие-нибудь цветы и там молились, или какого-то подобного рода мест, которые уже прокачаны такими людьми. Таким образом, кстати, создаются какие-либо артефакты очень мощные. Пример тому показан в сериале «Хранилище номер 13», где герои искали кресло, которое принадлежало известному гипнотерапевту, и садясь в это кресло, люди начинали соединяться со своим подсознанием, и от этого у них происходили какие-нибудь странные ситуации в жизни. То, что находилось у них в подсознании, выходило наружу. Почему? Потому что это кресло, по сути, было заряжено огромным количеством пациентов, которые находились в определенном состоянии сознания, на определенной частоте работы их энергетики. И за счет этого оно в себя, по сути, это все впитало. Это относится к каким-либо вещам людей, которых мы можем считать святыми. Это одежда, их какие-либо принадлежности, это могут быть тела даже, которые не разлагаются. И то же самое, в принципе, и помещение. Так что, если вы долгое время в одном и том же месте, в течение какого-то определенного промежутка времени проводите какие-либо практики или медитации, то, конечно же, в этом месте, на этой территории, в этом пространстве уже будет создаваться эта энергетика характерная для этой практики. Там уже будет определенная вибрация, определенная волна. И есть, например, примеры в жизни у моих знакомых, когда женщина медитировала, например, в одном месте на кровати сидя. У нее все хорошо, легко шло, когда она занималась. Потом пересела в другое место, буквально на полметра правее. И это ощущение потока ушло. Так же было, например, у меня, на моем примере жизни, когда я медитировал долгое время у себя в одном месте в квартире, пересел. И в другом месте уже было ощущение другое. То есть там была такая пустота, скажем так, энергетическая. А в том месте, где я медитировал до этого, там, да, там ты начинаешь погружаться в медитацию, и там ты чувствуешь, что уже легко все идет, уже ты глубже погружаешься, и легче идет работа. Так что, друзья, это может быть ключом для вас также к тому, как сделать ваши практики наиболее эффективными. То есть первый момент – это медитировать и делать практики в одном и том же месте, там, где вас никто не будет отвлекать, никто не будет вам мешать в течение долгого времени, там, где вам максимально удобно заниматься. И второй момент – это делать практики примерно в одно и то же время. Тем самым вы приучите свое сознание, потому что вы вот в это время, именно в этот момент, начинаете заниматься медитацией, начинаете что-то практиковать. И вам самим будет легче входить, потому что уже на автомате вы будете на это настроены. Ваши внутренние часы будут так работать, что, например, это как, знаете, время обеда. Сступает время обеда, и оп, у некоторых уже слюни потекли, автоматически чувство голода. Также и здесь. Если вы приучите свое сознание к тому, что я в этот момент делаю практику, делаю медитацию, значит, оно будет уже настраиваться на эту работу. С вами был Антон Иванов. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова